так кого бы в качестве призрака взять так что у меня там пиликает я не пойму с чатом по-моему какие-то проблемы написано что разрыв связи с твичом там там на твиче какие-то проблемы что стрим потому что идет у меня а у меня и стрим переподключился а в связи с чем интересна такая бодрая фигня с твичом что ли какие-то лаги вот так вот решил постримить 1 сентября и опять какие-то проблемы и и и так тут где-то вот босс должен быть на спуске но по-моему дальше должен быть на спуске но дальше вот я не пойму кто льдом посыпает я действительно не понимаю кто льдом кидается а и никто это просто у кого-то скилл такой что при уроне при уроне использую заклинание при уроне при уроне и в и 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 к и тут главное чтоб не окружили главное чтобы с двух сторон не окружили потому что у меня никаких умений на прорыв сквозь толпу нету а у меня бутылка есть в принципе все время про нее забываю что она у меня есть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хульсёры там опять, главное, не заиграться. Вот прям в облаке я стою. Говорю, вчера на погосте вот так же стоял, самонил, не заметил, что стою в облаке. И слился. Попросту убило хаосом. Попросту убило хаосом. Попросту убило хаосом. Попросту убило хаосом. Ну нормально так. Не сказать, что прям супер легко, но нормально. Адекватно. Но это синяя карта. Опять же. Хотя жёлтую можно сгенерить. Я, допустим, сгенерил гроты. Жёлтую я ходил, ещё одну карту. Там было это самое. Загенерировалось у меня так, что сопротивление было у мобов к молнии, сопротивление ко льду. А мне это вообще пофигу, поскольку я огнём пользуюсь. Для меня такая генерация. То есть, два слота было занято на голдовой карте именно этим, но мне на это пофигу. Потому что я пользуюсь огнём, мне даже было так хорошо, что оно было именно так. Чё падал? Чё-то ведь гауна. Нож потрошителя. Дже-ка. Дже-ка. Ну, долгая карта. Ну, это потому, что, в принципе, мобы не так бодро разбираются, как хотелось бы. Или... С мобами, потому что приходят вот эти вот хаосы, приходится постоянно туда-сюда, туда-сюда. Прыгать, бегать. Так бы, если бы на месте на одном стоять, то всё бодрее, конечно, было бы. Потому что зомбакиты у меня хаос держат лучше, чем я. Это, во-первых, во-вторых, у них хп, там, чё-то около пяти, если не шесть. Семь пятьсот пятьдесят. Ну, чтоб я так жил. Чтоб у меня столько хп было. Так, ребята-ребята, отступаем. Я смотрю, там жёстко покоцали моих. Всё, вперёд-перёд. Перевели дух и вперёд. Тут и там очень жёстко этим хаосом накидывают. Босс, что ли? По-моему, уже босс. Всё, потому что босс обычно вот на этом причале. Ну, не именно на этом, а на причале, в принципе. Какой именно, я не помню. И опять же, как обычно, я один раз всего прошёл пристань. Поэтому насчёт обычной я говорю. Да, Иглодым, босс. Лови зерк, босс. Всё, сломался. Вот тебе и весь Иглодым, макия. Не, ну такой неприятный. Хаосом, конечно, он плюётся, это неприятно. Так, осадный лук. Чё-то он ещё не жалуется. Странно даже, что он не ломовая лошадь. Не ломовая лошадь. Всё, понятно. Началось, как говорится. Ты хочешь со мной поговорить? Да нет. О чём нам с тобой вообще разговаривать? Да и даже смотреть не буду. У меня практически такой... Ой. Ну, этот вот получше. Реген маны, во-первых, получше. Это не моё. Это не надо. Топорик. А, одноручный. Поэтому, наверное, и топорик. Так, а какая карта-то подземелья? Подземелья, блин, жёсткая карта. Там в конце брутус. Только гораздо более сильный. Там... Разорвал он меня в два... В два щелчка, когда я последний раз был там. Так, чё? Или она внизу валяется? Это просто... А, плюс 12. Это вот возьму. Так, тут ещё у нас... Ребятишки, ещё не всё. Не угомонитесь всё никак. Ух ты как, смотри-ка, они, а? А, не регенит ХП. Вот это, конечно, самые жёсткие параметры у синих, когда регенит ХП. А у голдовых ещё хуже. Ну, чё-то с него упало зато. Салат с забралом. Цветная сфера, короче. Цветная сфера. Ну, кто же виноват? Да, всё, похоже, это был последний финальный босс. Я имею в виду про змею. Тут вот есть ещё, в принципе, незакрытые участки местности. Ну, можно сбегать. Мало ли так. Сейчас хлоп, и золотая карта упадёт. Пристань. Я буду рад, если не придётся на карту алхимию тратить. Ещё больше рад, если не придётся на карту хаосы тратить. То есть, с нормальными этими сразу. Заролиться. С адекватными статами для меня. Нет, здесь. А, нет. Не пустой участник местности. Так, борзо я так вывалился. Не совсем пустой, точнее. Так, ну это, похоже, всё. Да, это всё. Окей, с этой карты, значит. Сруливаем. Вау. 89 к максимуму ХП. 84 к максимуму энергетического щита. И 24 к резистам. Ну, на резист-то мне, на самом деле, как бы, тьфу и растереть. Хотя, ну-ка, 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 а что это у меня с молнией? Почему у меня так она жёстко просела? Странно. Ну, действительно странно. Сандалет и разбойник. Плюс 15 к сопротивлению молнии. Тогда снизится дамаг. Или ген маны снизится. Ну, ладно. Резист, как бы... Хотя я и не понимаю, почему у меня... Было 75. Да, я сегодня жезл поменял. Щит поменял. На кольца я закинул. Сюда вот я закинул плюс 26 к ХП. Ну-ка. Сейчас посмотрим, а можно будет. Так. Плюс к интеллекту, к меткости, ко всем атрибутам. К сопротивлению молнии. Вот, в принципе, можно. Две алхимки. Алхимок у меня вроде бы как нормально. Плюс к молнии. Потому что кольцо у меня адекватное. И к хаосу, как бы... Резист. Уровень предмета 67. Я все равно карты выше 70-го левела пока что не фармлю. А кольца на рецепты оставляю. Так, теперь что у нас с резистом? Молнии. 75. 29. 127. Я что, неправильно посмотрел? Что-то я не пойму нифига. Там смотрел... Молнией было это. Здесь грохнул две алхимки. Ну ладно, пускай будут малые проклятики какие-то. Ничего страшного. Так что нет, это щит на продажу. Живи и здравствуй. Этот щит на продажу. И, 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 и. Так, считаем. 12%. 28%. 38%. Блин, еще одна шмотка нужна. Она плюс 2%. Хотя бы. Еще одна шмотка на плюс 2% нужна. Так, ребят, традиционно. Перекур. АФК. Две минуты. После чего пойдем, ну, вот так вот по порядку. Потому что вот эти вот три карты я не проходил. Я их не знаю. Не исключено, что будет боль и страдания. Здесь вот один всего статус. Но я решил не ролить дополнительно. Потому что можно заролить. Так меня вполне устраивает. В качестве этого 70-й левел, тем более, в качестве разведки можно сходить и так. Некоторые на разведку вообще белые ходят карты. Но белые там вообще ничего не сыпется. И уж, по-моему, вообще смысла нет. Поэтому когда, да, я буду знать уже получше. Пройду хотя бы по одному разу. Там уже можно будет что-нибудь ролить. Хотя бы буду знать, кто босс в конце. Так, две минуты перекур. Сейчас я возьму сразу. Карты каменоломные, 70-й, сходим как раз. Можно тут вон геморрой себе устроить. Но я, конечно, этого делать не буду так. Пока не ушел, надо инвентарь по максимуму освободить. Вот. Вот так вот. Все, ребят, две минуты перекур. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 играю. Потому что поднасрать могут очень сильно. Охотники эти. Вот эти тоже мобы, блин, они за спину закидывают своих ублюдков. А самое интересное, если в качестве призрака взять, то он за спину не будет ничего закидывать. Это удручает. Так, а какие условия монстры имеют здесь? А, ну, только шанс избежать поджога, ну, ничего страшного. У меня тотем, в принципе, сейчас камень вставлен не на поджог, а на проклятие. То есть он проклинает, когда жгёт. Поэтому тут, в принципе, ничего страшного. Вот стынь тут меня, фу! Собака костлявая. ловите. Узрите гнев неистовых духов. Сколько я уже по 12 призываю? Максимум можно призывать 50. С учётом того, что у меня на нём стоит эхо магии, я вызываю 12. Это сколько ж нужно? 20-й левел, наверное. Эхо магии, плюс у меня на нём ускоренное применение чар. 50 духов вызвать, это ж пипец. Приднеистовых я имею в виду. Тут от 12-то в глазах лепит всё. Козлы, что ли? Давненько я их не видел. Ты какой хуй козлюк? Так, зомби здесь не особо удар-то держат. Ну, как бы нормально, но можно и лучше. Ну, следующим поинтом, если сегодня 77-й апт, ну, следующим поинтом я возьму всё-таки, чтобы они взрывались при смерти. Чтобы хоть не впустую дохли. Тем более, они наносят 33% от общего количества хп, у них 7500. 33% это сколько там получается? Минимум 2,5, да? Ну, маленько. 7 штук, если взорвутся, каждый по 2,5. А у скелетов, по-моему, по 1200. А 1900 тоже. 33% это сколько там? 700 получается. Голдовый, голдовый. Козёл. Ну, а теперь можете подходить ко мне, ребятки. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, карта мне нравится уже, чем она мне нравится? Тем, что она не лабиринтовая, а линейная. Ну, такая, да? Относительно линейная. Это не может не радовать. Больно бьёт собака. Как-то я засматриваю, Ну, лично для меня такая приятная карта на глаз. Для глаза, вернее. Так, козёл, вставай, будешь мне служить. Так, куда пойти так, чтобы всё пройти и босса не профукать в конце. Да, видимо, придётся ещё ХП с энергощитом выкачивать. Потому что вот 70-й левел и бьют уже достаточно больно. Поэтому придётся ещё выкачивать. Или это критануло просто, там козёл на меня прыгнул, и, блядь, критануло. Чё-то ничего не падает с этих... Ну, хотя это самая бедная карта. Изначально сколько? 21. И 9% всего лишь шанс. Плюс мой шанс. У меня там, по-моему, 30%. О, вот эти вот, блин, с молотами. Если в конце такой босс, это всё, это можно пуляться. Если он будет молотый вокруг себя, валовски разбрасывать. То это можно попасть очень жестоко под эти молоты. А я, кстати, не исключаю, что в конце может быть именно вот этот вот босс, который молотами раскидывается. Раскидку молотов где-то. Призрачное оружие, только валовское. Лестница. Так, ну сначала надо всё здесь зачистить по максимуму. Цели просто пробежаться по карте я не преследую. Хотя, по-моему... А, нет, нет. Цели просто пробежаться по карте я не могу. Козёл, козла, загрыз. Ах ты какой, смотри, сразу сбегал он, а? Мчится. Бычара. Ну, здесь много ещё опыта бегает. Вон золотой роа ещё. Сапоги смерти. Ну, скудно, скудно, конечно. Но на голдовый-то здесь будет чем разжиться. Если босс нормальный, если босс адекватный, то... Ближайшие голдовые, которые я пойду, это вот каменоломня. Ну и пристань может быть даже, кстати. Пристань тоже надо. Ну, блин, вот эти вот монстры, которые вот хаосом именно бьют, они, конечно, неудобные. То есть пройти-то можно, пройти адекватно. Ну, всё нормально, всё реально. Но долго, долго очень голдовую карту придётся проходить. Там и тараканы эти, с молниями. Но зомбаки уже плохо держат удар. Вынужден заметить, здесь они уже держат плохо удар. Ебать! Вот это просто толпе неадекватных козлов, которые положили всех при всём при этом. Синие, что ли? Синие козлы! Наступают и кидают. Синие козлы! Аниматрона положили! Ё-моё! Это, конечно, вообще печаль. Да, синие козлы. Так. Чё? Регрупп. Самую главную ударную силу сейчас заново собирать придётся. Сейчас разгребёмся вот с этим... с этими снайперами. С этими снайперами. Так, я вот думаю, дву рук ему дать или что, с одноруком оставить. Ой, е-мое. Со щитом, вернее, я имею ввиду. Где ж матьё-то всё? О, святых мудрости пропустил. Посох. 47, 141. Ну вот, давай-ка. Бери в руки посох. Одеяние эрудиты это не для воина. О, бери величественные латы. Великолепные латы. 553, бери их. Перчатки легионера. Ну, бери их. Так, сапоги и шлем ещё нужно ему. Потому что этот анимансер этот, или как его правильно зовут, аниматрон, он самый жестокий боец в группе, но толпа синих козлов, видите, его завалила. И сапоги бы какие-нибудь. Комнерезчик. Сапог никаких не вижу. Ну ладно. нет сапог, так нет сапог. О, тут уже ползут. Уже наступают. Так, корона правителя. Ну-ка, стоп. Она по броне лучше будет. Одевай. Я тебя короную. Ой-ой-ой-ой. Там это кто шлейф? А, это мой голен. А то я думал, кто таким шлейфом там фигачит. Да, локация такая. Для фарма... Для фарма нормуль. Главное, чтобы опять сейчас всех не порвали. Блин, вот я в принципе знаю, в чем проблема. Потому что я немножечко переделал билд. Сейчас может быть игра вылетит, кстати. Не исключено. Предпосылка только что была к вылету игры. Это будет печально. Хотя вроде нет. Нет, вылетело все-таки. Зашибись. Гарена ждет. Вот так вот карты фармить. Зашибись. Гарена отжигает. Ну, карту можно сказать... Хотя нет. Сейчас я тпшнусь. Главное, зомбаков по-быстрому по дороге набрать. призрака одного поднять. Потому что без них я как без рук, конечно. Да, вот такие вот косяки это... Ну, это ладно карта, да, там синяя, еще чего-то, и то неприятно. А представляете, безумный мир, ты бьешься с Малахаем, до которого пиликать не знамо сколько. Ты все прошел на безумном мире, собрал все его внутренности, все, начинаешь биться с Малахаем, и на тебе. И причем, причем убиваешь уже все три сердца Малахаевских, все, остается убить только Малахай, и на. Вон веселуха, да? Тут... Тут даже учитель русского языка и литературы вырваются так, что сапожник покраснеет, мне кажется, в такой ситуации. Да, косяк. Но я вот другие стримы смотрю, тоже не у одного у меня такая проблема, что радует. Что, конечно же, радует, что не один я так мучаюсь. Блин, вот эти вот лиги, не лиги, вернее, а соревнования, эти гонки, постоянно кликаю, ступить. Пипец, полнейший. Так, ну портал на месте, хоть это радует. Так, ну и раз уж волею судеб меня выкинуло, это продавать-то особо. А почему у меня столько так мало лу... А, ну все, 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 я понял. Синяя карта, я говорю, я вот до этого две голдовых просто прошел. И, конечно, картина совершенно другая, там только летаешь и вещи сдавать. Ну, что ж, теперь для ознакомления. Мне главное, кто в конце босс. Главное это. так, эти, кстати, валовские скелеты на месте, не сбросились. а сама по себе карта... А что, обновилась, что ли? Ой-ой-ой-ой. Ну-ка, надо будет сейчас посмотреть. Карта, что ли, обновилась полностью? так это если я не вайпнусь, я 77-ой апну. Если карта полностью обновилась после вылета. А походу, что она обновилась. Сука. Падла, а? Кстати, что-то же упало, был звук, что что-то упало. А, о, карта грота. Нормально, либо поменяю, либо голдовую сделаю. Компенсирую себе грот голдовый, милое дело фармить. Да, карта, похоже, полностью обновилась. Офигеть. Ёп твою мать. Я сегодня также на тропическом острове, кстати, на стадо обезьян попал. Маленькие-маленькие обезьяны тоже вот так вот, с тремя зарядами ярости, с тремя зарядами энергии, или как они называются там, и с тремя зарядами на скорость. Кстати, да, в качестве можно его призвать. сегодня на тропическом острове на обезьян также вот вылетел. Тоже еле разгреб. Хорошо, хоть не вся карта с такими ублюдками. ёх ты, ёх ты. Ну, это критуют, скорее всего, что это критуют, потому что обычный козёл так напрыгивает. Козерог. Какой-то козерог. Это козлина потная, тупая, вонючая. Козерог. Козерог это немножечко другое. Ты какой, смотрю, он мчится, как бых на красную тряпку. Чувствую себя тереодором. Да, нужно, блин, всё-таки гладиатора докачивать с вампиризмом, с циклоном. Совершенно другой геймплей, совершенно там настолько агрессивная манера, не нужно ни кайкиться, ничего. Ёпта, опять уже зомбаков положили. нужно сюда вот забежать, а не иначе так и будет, сука, закидывая. голема опять грохнули. грохнули. И на этих жрите, мне это надоело уже. Тем более карта обновилась. Отведайте, ребятки. Давай, давай, запрыгивай сюда. Пипец. Блин, ну удручает. Так выкинула и полностью обновила карта. Обновилась карта. Без помп. Без помп. Без помп. Да, нужно, блин, гладиатора качать. Потому что, ну, вот гладиатором мне больше нравится. Стиль боя. Здесь мне чем не нравится, кайт. Кайт постоянно. Туда-сюда, туда-сюда, как говно в проруби. Конечно, понятно, что класс такой, билд такой, но... Брать это я не буду. Так, ну и что, в принципе, надо идти в пещеру спускаться. Смотреть, что за босс, блин, опыт жалко. Ну, я не буду бросаться. Я говорю, сейчас посмотрим, что там за босс в конце будет. Если... Всё? Нет, кто-то льдом накидывает. Медленно они выхиливаются. Странно. Вроде под аурой. Всё. Ух ты. Такой же... А, вот. Аномалия пустыни. Блин, а у меня не набран мой это... Мой зерк не набран. Сука. Ребята, отступаем. А, выхода нету. Ё-моё. Скорее всего, что это закончится всё плачевно. Хотя, фиг его, мать. Ё-моё, тут ещё голдовый. Попадал его. Ну, хотя бы теперь знаю, что за босс. Может, ещё вытащут? Ну, вряд ли, конечно. Всё. Не пойду. Сейчас. Это опыт только сливать. Там их наспамилось немерено уже. Ну, буду знать теперь. Туда нужно заходить, короче, чтобы было полностью уауловские скелеты. И быстро его выносить. Буду знать. Он же, причём, ещё хаосом бьёт. Ещё бутылку с хаосом. Не пойду. Это сейчас... Он уже там насамонил, не знаю мы сколько этих. Может быть, я изначально не нужно было туда идти. Ему нужно было налево пойти. Потому что я сейчас солью весь опыт там. Нахер не пойду. Лучше вообще, я, наверное, думаю, сейчас пойти грот. Что у меня по картам. Ну, вот, грот есть. Музей тоже ещё. Вот пристань ещё одна. Две пристани есть. Канал. О, мне был я ещё. Не помню, как он канал. Вот тропический остров есть. Ямы есть высокого качества. Вот можно остров. Нужно добрать опыт. Тут уже чисто стратегическое сейчас планирование. Подземелье я не пройду. Голдовую. Там в конце брутус. И... Очень-очень жестокий брутус. Ну что, буду делать ход конём. Надеюсь, повезёт. И будут нормальные статы. Ну, нормальные статы. Нормальные статы. Нормальные статы. Область имеет участки осквернённой земли. Плохо. Хаосом будут убивать. На 27% больше редких монстров. Убитые близко к друг другу враги могут прилечь монстров из другого мира. Каждый редкий монстр имеет свойства Немезиды. На 23% больше редких монстров. На 19% больше ХП. Монстры имеют 186. Монстры не могут быть оглушены. Монстры получают заряд ядрости. Свойства Немезиды. Да вы чё, ребятки? Вы что, издеваетесь надо мной? Область Несеназа? Понятно. Да, ребята, вот так вот. Вот так вот. Да ёпта. Сегодня чё, День Немезиды, что ли? Я не пойму, блядь. 20% увеличения области действия, это плохо. Потому что уникальный босс будет огненным штормом поливать. Но он не шибко подвижный. Но можно. Можно попробовать. Тут уже или пан, или пропал. Потому что опыт мне, ну, совершенно не хочется терять. Ещё две неизвестные карты, я говорю, а неизвестные карты, они всегда чреваты боком. Ну, грот. Ну, 68-й всё-таки. Всё-таки 68-й будем надеяться. Будем надеяться, что хаосы окупятся. Хотя бы хаосы, чтоб окупились. Так, 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 так. Подготовка к бою. Ну, здесь вроде так. В щадящем режиме, хотя... Ну, вроде как, более или менее. Так, чё там упал-то? Большой меч, вау, не интересует. Ё-моё. Метку вождя накидывает. Борзота какая-то. Сколько их там, блин? Медленные, а упертые? Медленные, а упертые? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ловите зерк. Зерк компанию. Ловите зерк. 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 Ё-маё. Просто немерено их. Хотя про количество монстров Ничего не написано Че ты тут Лапками своими машешь Передо мной Да сколько же их Просто трешняк Я не помню, что в гроте было столько их Пипец Ой Ой Как-то я борзо Борзо вывалился И сразу чувствуются, да, шмоточки На голдовой карте И на синей Мало того, ничего не вынес с синей карты Еще и сдох в конце Ну это по неопытности, конечно Вообще Умные люди делают как Белые карты сначала проходят По неопытности Потом уже фармят синие и так далее Но я же жадный В итоге один хер ничего не вынес Одни какие-то сапоги там вялые Но карта мне понравилась И босс там Нормальный Адекватный Его можно убить Этого босса Моим билдом Его убить можно Главное Очень быстро это сделать Пока он Не насамонил Потому что как-то странно Либо Либо опять же Повторюсь Нужно уходить в другую сторону Защищать Потому что Два уникальных То есть Босс Голем И два уникальных Еще Голему Если он просто Самонит уникальных То это конечно уже Хардкорище Если же просто нужно было Пойти в другую сторону Так чтобы сначала Убить уникальных А потом уже убивать босса То в принципе В легкую его можно было Ну как Ну в легкую Ну не в легкую Ладно Хорошо Это уж я так Скажем Понтуюсь Ну С напрядами Но завалить его можно Финального босса Просто главное Чтобы он был один Если он самонит То значит Его нужно валить Просто Просто Очень быстро Если он самонит Этих уникальных Уникальных Голему О Призмаком не реза Призмаком не реза Это круто Так Вот здесь лесенка Кстати Какой Какой-то интересный Реген Ну не реген Как сказать Очень интересно Сгенерировалась Карта Цветок мудрости Ой 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 Так... Так... Простой сундук-то, а то мы сейчас все... Опять же, от жадности неюзный-то ларец какой-нибудь голдовый, который замораживает. Это все, это сразу вайп, если голдовый сундук замораживает. Ну, у меня антифриз, по-моему, есть. Да, у меня есть антифриз. А так вот уже после 60-го левела сундук, который замораживает и нет антифриза, это вайп сразу. Золотой сундук особенный. Ммм... Нет. Ты сейчас пошлешь неизвестно куда. Не буду, серьезно. Сейчас уже больше половины, потому что левел я нафармил. Мне сейчас нужно нафармить 77-й левел, а потом уже можно. Тем более, я сегодня ее ежедневку выполнял, она у меня в убежище стоит. У Зельды или какие-то там. Зена. Она меня послала в такую жопу. Ну, там мне было, в принципе, по барабану, потому что было немножко левела. А сейчас уже... Сейчас уже нет. Левел важнее, чем репутация. Тем более, у меня там стоит Катерина. У меня у Катерины четвертая репутация. У Катерины Делики... Полегче, поадекватнее. Поэтому мне проще у Катерины догнать до пятого левела и еще одного мастера поставить. Так, призрак, что ли? Да, похоже, что призрак. Куда ты щемишься? Куда ты щемишься? Мелководный разрезатель. Щемится он. Куда ты щемишься-то, я не пойму. Из этих мощных лап еще никто не вырывался. Щемится он. Так. И сюда можно, и сюда можно. Босс, по-моему... Да, карта сгенерировалась крайне странно. Босс, босс, босс. Но, в принципе, какая разница. Все равно босса валить. Так что, пойдемте глянем здесь. Треск такой, когда это... Критует. Цветная сфера. Босс, босс, босс. Мелководный разрез. Босс, босс. некачественные не качестве так света портала топорик сферка все живут у меня все же ой ой как я опрометчиво блин чувствуется неужели вот разница в два левела настолько ощутима уровень монстров 68 а там уровень монстров 70 действительно настолько вот небо и земля а может потому что уже грот не на этом не в первый раз прохожу не на да не нет-нет страна не не в небо и земля шуку а он залавился на меня шуку а шуку а шуку а шуку а шуку а шуку а так пойдемте пойдемте сначала все закроем полностью босс не босс второй вопрос шуку а 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 наш канал так так блин вот эти вот они резкие как эти Блин, тотем плохо поставил В стену бьет тотем Ой Ой Что-то я вообще борзо,конечно Так,я теряю сам себя Уже в этой толпе Ух ты Какой мечик интересный На самураевский Похож меч Что такое Кто здесь такой был борзый Что зомбака моего Загрызли Так,ребят,буквально две минуты АФК Иначе я сейчас Обпищаюсь просто Ну и заодно покурю я Ну,тем более час двадцать уже А я ходил курить,когда Двадцать две минуты стрима было Так что Раз в час Перекур Две минуты АФК Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Что ж теперь поделать? Тупик. Ещё одна шмотка и начнёт он возникать. Тупик. Где я ещё не был? Здесь проход. Интересно, или не проход. Проход. О, золотой сундук. Шкаф, вернее. Кхе-кхе-кхе-кхе. Я не пойму, их пугают, что ли? У меня ни одного камня поддержки на испуг нет. Синий. Или золотой? Я не успел посмотреть. Главное, в полубитвы его не юзнуть. Нет, золотой. Нет, золотой. Уберём их и вскроем сундучок. Посмотрим, что у нас тут за нежданчики. Количество предметов внутри 14% проклинает при активации, использует огненный шторм. Ну, я убегу, конечно. Групп магических монстров охраняет ловец 3. 3, 3 группы. Короче, 6 на 3 сколько у нас? 18. 18 тел появится. Придётся ОМОН вызывать. Короче, сейчас будет хаос и разруха. Сюда вот я побегу, здесь никого. Ну-ка, давайте-ка вот здесь вот проверим. Ага, никого. Сейчас бы побежал бы я сюда. Две сферки вала нашёл. Так. Ну всё, сейчас будем вскрывать. Вообще, надо было сначала скелетов ОМОНить. Нормально, вроде держатся мои. Да, все живы. Ух, вот это нападало с вас, братва. А тут ничего интересного. А, ну вот. Я ломовая лошадь. О, понятно. Возмущалки пошли. Чем я могу тебе помочь? Чем ты можешь мне помочь? Жезл вообще. Стоять боятся. Это тоже стоять бы. А, ну треуголка, если что. Так, всё скину сразу. Так, это положу, потом поковыряюсь. И сразу освобожу инвентарь. Ты хочешь со мной поговорить? Нет, я хочу с тобой поторговать. Оба на. И что же здесь не соответствует левелу? 68, 70. 68, 70, 71, 70. Значит, всё-таки с 70-го левела. 68, 70, 68, 70, 71, 69, 70, 70, 70. Ну вот, теперь буду знать о том, значит. Значит, всё-таки 70-го и выше должно быть левела. Убедился я в этом теперь лично. Так, великолепный, высокого качества. Могильный доспех, высокого качества. Щучий полукафтан, высокого качества. Облачение головореза, высокого качества. Ещё есть тело шелка некроманта, высокого качества. Сколько получается? 14, 28, 32, да? И 14. Ты хочешь со мной поговорить? Опа-на. Ладно. С этим разберёмся. Посох единственное я не сдал. Ну ладно. С этим надо начать разбираться. Потому что что-то я сдавал высокого качества. И давали сферу удачи, по-моему. За сферу удачи можно уже крафтить шмот. В убежище. С этим ещё предстоит, конечно, разобраться. Вообще, столько контента, столько всего. Опа-на, как он мне по башке дубиной так зарядил. Я искореню грех. Простите, не ты, а мы. Так, смотрим, где я не был. Здесь я всё обошёл. Что-то я потерял сам себя. А. Вот сюда, вот, значит. Тотемы, вроде, критуют нормально. А чё ж мне так тяжко было на, блин, в предыдущей-то карте. Вообще тяжко было. И мне, и моим зомбям. Два, два левела всего лишь. Разница. А это у меня так без сапог и бегает. Ух, два призрака. Это, конечно, хорошо, но... Даже, можно сказать, очень хорошо. Но если они оба сейчас вселятся... Нет, не вселили свои. О, с них попадало сразу же. Я не ломовая лошадь. Да, в плане фарма... Левела, может быть, ещё и не это, но в плане фарма... Чем я могу тебе помочь? Ну, в плане фарма всего остального очень дарно. Выйду я под завязочку, конечно. Ну, держу босс. Такое впечатление, что босс спавнится уже, когда всё. Потому что ни разу не было такого, чтобы я где-то его нашёл в самом-самом начале. Сколько вот я грот не фармлю. Теперь я вообще не понимаю, где я ещё не был. Или боссу... А, вот. Вот здесь вот этот вот закуток. И вот здесь вот босс. О, это него пилика сейчас, ё-маю. У меня ртутного флакона нету. Не использую. Так. Сейчас он будет, конечно, жестить. Ну, у меня эти, если что, готовы. Поехали. Ну, что сказать. Неплохо. Неплохо. Канал. Пристань. Шелка некроманта. Манта. Так. Надо первым делом вынести то, что на продажу. Блин, 69-й. Вот 7-й. А, скипидер-то мне не нужен. Мне нужна шляпа. Шесть сокетов. Я не ломовая лошадь. Так, какие-то ботинки влезут. Так, какие-нибудь ботинки влезут. Вполне. Ботинок нету. Корона вот влезет. Могу и не вынести все. Откуда он у меня закисался? Он мне просто не нужен. С таким качеством. А, нет, все, я понял. Живи и здравствуй. Что одни кожанки. Ломовая лошадь. Понападали. Ну, какие сапоги были, блин. Щит влезет. Щит тоже не влезет. Фух. Живи и здравствуй. Это че значит? Реролл? Полностью без сокетов? Ребята, это вообще, конечно. Блин, тут разбираться и разбираться еще, реально. Так, все, это последний заход. Теперь нужно смотреть то, что мне нужно. Тут одни кожанки призвания попадали. Посох мне не нужен. Ну, возьму кожанок, короче, под завязку. Два, три, четыре, пять. И буду разбираться. Почитаю потом на досуге, что это все значит. Все, заходов больше нету. Все, ребят. Три карты. Три карты таким образом. Не то, что я планировал, но... Три карты. Одна неудачна. Две удачна. И вот это вот суперудачно. Сейчас нужно почитать, что дает вот этот вот рерол. Я знал, что есть такой рецепт, когда пять шмоток сдаешь. Видите, там рероллится. Просто... Ну, можно, конечно, реролнуть. Но, конечно, если... Лучше, если бы это было на меня. Потому что, видите, там гнезда не показаны. Ничего не показаны. Ну, давайте, в принципе... Чем я могу тебе помочь? Для самых терпеливых, кто смотрит стрим. Если вдруг кто-то не знает, так же, как и я. Потому что мне кожанки никуда не уперлись. Не опознанно. Рейтинг-клоняний 428. Предметы из рецептов торгоза. Не опознанный, редкий предмет. Получено. Три сокета. Ну, и че? Как это? В чем смысл? Я не понимаю, в чем смысл этого реролла. Ну, ладно. Так, ладно, ребят. Всем спасибо, кто смотрел, смотрит, будет смотреть. Для вас играл Саша Поваркин. Кому как удобнее. Три карты. Три карты. Две удачно, одну неудачно. В ходе сегодняшнего стрима я закрыл. Завтра, 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 я думаю, продолжим. Семь из седьмой я сегодня дофармлю по-любому. Не на картах, я пойду сейчас. Другое место тоже. Шматье пособираю. Туда-сюда. Дофармлю я семь из седьмой левел. Ну, и думаю, завтра, если все хорошо, так же вечерком буду фармить карты. А может быть, качать гладиаторы. Не знаю, честно, устал. Что-то уже нужно сделать паузу. Вот. Поэтому все. Еще раз всем спасибо, ребят. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok